Дорогие друзья, я думаю, что в свете последних событий, я не уберу, конечно, никаких политических, а именно в изменении тенденции вообще того, что происходит в мире спортивных танцев, то, что меняется критерий судейства, меняется вообще вся судейская оценка, нам нужно немножечко всем вместе образовываться и понимать, что мы хотим судить, следовательно, что мы хотим тренировать, и потом понимать, что мы будем оценивать. Единое мышление, потому что в любом случае для каждого тренера, так же, как для каждого судьи, есть свои приоритеты. Для кого-то это музыка, для кого-то это само движение, механика движения, для кого-то это мысль. Пару, которая начинает уже вот изначально вот так, да, то я вот понимаю, что сейчас у партнера начнутся проблемы, ну и у партнера, следовательно, тоже. Два, и три, и четыре, и вес в пол, раз. И опять два, и три, и четыре, раз. Встретились с весом, отправили ее весом, весом оба дотанцевали в пол, к себе весом потянули, весом развернули. И, наверное, я буду продолжать то, что в данном случае начал Алексей. И, может быть, немножко разъясню некоторые вещи, которые для меня очень важны вообще как бы в танцевальном, в любом направлении, не только больные танцы, и в любых танцевальных новых инновационных каких-то направлениях и так далее. Это координация, это контроль своего тела, это знание и ощущение каждой части тела по миллиметрам внутри себя, что происходит, какая работа, какая в данном случае механика происходит в теле, и что происходит в данном случае у нас с нашим коленом. Колено у нас находится вертикально в том же направлении, которое стопу мы сейчас поставили. И мы можем перемещать только ногу, либо только бедро. В данном случае тазобедрная кость двигается, наша нога находится в бездейственном положении. Два, три, четыре, раз, и два, и три, и четыре, раз. То есть я чувствую каким-то красивым, реально. Это на самом деле заминка была запланированная, потому что лекцию я подготовил только на 20 минут, остальные 10 нужно было чем-то занять. Вот, а потом также точно с меня его буду снимать. Окей, а лекция моя звучит достаточно в предварительной программе емко и локотично. Она звучит как пассадобль. Это контрастность и различные варианты исполнения в танце пассадобль. Мы используем только момент движения наружу в каждом действии, которое мы делаем. То есть мы делаем момент подготовки six, seven, eight. Опять же, наше растяжение начинается не в руках. То есть я бы не хотел, чтобы потом кто-то сказал, что я рассказывал о том, что надо махать руками очень активно и занимать больше площадки. Нет, я об этом не говорю. То есть мы начали разговор с того, что каждое движение мы должны начинать с ног. То есть данное напряжение, данные тонусы, данное растяжение у нас точно так же начнется от действия в наших ногах, после этого продолжится в пол, от пола, от, от, от пола каждый раз, каждое действие, которое мы будем делать. Мы можем позволить себе удлинить вот эту линию. То есть партнерша будет двигаться у нас в ту сторону, партнер будет двигаться в противоположную сторону. And one! У нас хоть и называется Конгресс образовательный, но не в моей сущности образовываю собственных коллег. Поэтому я всегда воспринимаю такие встречи, как обмен опытом, информацией. И для меня это очень-очень ценно. Наверное, сегодняшнюю мою лекцию можно приурочить критерию хореографии и презентации, хотя для меня это более глубокая и более серьезная тема, которая захватывает многие критерии в нашем танце. И скажу следующее. Очень важно грамотно подбирать хореографию для ваших учеников. Безик в румбе. Выход в веер. Далее переходим в свивл. И повтор. Дальше переходим на алиману. Кукарачи. Создаем еще один свивл. И переходим в телеспин. И завершаем свивл. Элементарные шаги. Дальше переходим на алиману. Спасибо. 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 То есть, если мы знаем свои желания, если мы знаем, что мы хотим от своей партнерши или партнера, если мы умеем грамотно передавать информацию, мы можем это воспроизводить на любых танцах и в любой программе – в латине и в стандарте. Значит, посмотрите, что изменится, если партнерша дает ему проникающую моторику. Это ее внутреннее желание, каким она хочет видеть партнера своего. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok